Ты можешь на себя найти все, что угодно, а вот обуть себя ты должен в самое лучшее. То, что дорого и качественнее, оно имеет вид, оно имеет срок эксплуатации такой, что если ты за это время купишь 10 не очень дешевых, все равно дорогой будет выгоднее. Я думаю оригинальный, потому что, ну, банально, ну черный, коричневый, ну хорошо, бордовый, но вот фиолетовый и вот такая форма мне очень понравилась. То есть здесь минимум швов, здорово, здорово. И такой же ремень, потому что должен быть полностью ансамбль. Для меня очень важно, чтобы они были удобными. Потому что, к сожалению, природа наградила меня, с одной стороны, 45 размером, то есть это не самый ходовой. Но самое главное, плоскостопием и большим подъемом. Поэтому я вот последние несколько лет открыл для себя такое явление, как персональная колодка. Ну, когда под мою ногу сделана колодка, и обувь делается под ногу, а не просто типовая какая-то там, значит, продукция. И я действительно понял, что в классической мужской обуви, если она сделана для тебя, в ней можно летать. На мой взгляд, самая разумная обувь – это лакированная. Не потому, что это признак брачного афериста, а потому, что она требует меньше ухода за собой. Поскольку обувь нечищенная, лучше бы вообще не носилась бы. А лак позволяет ее не чистить, а просто протирать пряпкой. Нам это очень важно в России. А судите об обуви. Истинно может только представитель другого пола. Поэтому я разбираюсь в женской, а что касается мужской обуви, я все-таки доверяю больше вкусу женщины. Я сделал для себя простой вывод. Женщины всегда говорят, мужчина может одет быть как угодно, но если на нем обувь, которая видна, что она дорогая и качественная, это прощает все. Я попросила мужа сделать отдельную гардеробную для обуви, вот чтобы ты захочел, хотя бы понимал, что у тебя есть. Нет, все равно понять, что есть, невозможно, но понять, где искать, хотя бы можно. Потому что бывает, что даже обувь в течение дня меняешь несколько раз. Потому что это утро, одна обувь, на работе другая обувь. Вечер предполагает третью обувь, если ты куда-то выходишь. Вот, поэтому обуви должно быть много для того, чтобы она, кстати, сохраняла свою форму. Потому что если ты в одну обувь будешь ходить с утра до вечера, то она очень быстро выйдет из строя, какая бы прекрасная она ни была. Ну, это очень красиво. Это очень эксклюзивно, уникально. И приятно просто держать все в моих руках. Обувь – это как бы лицо человека. Как, я знаю, что так, к сожалению, получается. Человеку смотрит все в том, как мужчина смотрит в лицо, в глаза. Во-первых, по жизни все упускает взгляд на обувь. То есть, если человек достойный, главное, ну, во многом уникальная обувь, безусловно, это некий показатель как статуса, так и, в принципе, наверное, отношение к себе. Но не секрет, что люди, в принципе, оценивают людей по тому, как человек себя подает. И обувь в этом плане должна быть тема ссором, которая не нарочитая, но достаточно ясно дает понять, какого рода человек стоит перед собой.